ребят всем привет уже 6 утра и дорога снова в сторону одессы поездка авантюрная почему авантюрная потому что к осмотру всего лишь один автомобиль и это одесса моей памяти и на моей практике мы покупали всего один нормальный автомобиль в одессе это был если не изменяет память 470 лексус это было как-то не очень ехать но это уже отдельная история сейчас история вроде бы должна быть с хорошим концом опять-таки имеем porsche имеем макан в простой комплектации так относительно простой двигатель у нее двухлитровый турбированный но салон в котором он находится у него нет негативных отзывов но тем не менее это одесса одесса не славится своими автомобилями даже неправильно сказал не своими автомобилями а людьми которые продают эти автомобили ну в данном случае едем пробуем одесса элитный автосалон по продаже автомобилей а за моей спиной я как-то один раз был в берлине в арабском квартале вот нет что-то так напоминает вот эти вот на заднем плане мрачные окна висящее белье на шнурках но тем не менее это одесса на самом деле это было внеплановая поездка формате того что мы возвращались куда-то не то с ровно не то свинницы и надо будет срочно посмотреть очень срочно и только я с учетом того что мы дофига смотрим дорогих машин но получается так что чем дороже машина тем меньше про не должно быть информации и я говорю окей хорошо я посмотрю но только в том случае если этот автомобиль можно будет осветить предварительно уже посмотрел западла никакого в машине не нашел аж как-то аж как-то ну на всякий случай сейчас мы еще как минимум я покажу для акта осмотра толщина мерам что у него слакокрасочным действительно все абсолютно на уровне щас чуть опущу камеру начнем с кота следов того что где-то чего-то отнималась я не увидел жарко здесь просто караул по ошибкам как таковым активных нету были были в памяти есть я сохранил надо покажу там какая-то ошибка по приборке было и в принципе и в принципе все так по проемам он живой значит по сидению заднему есть следы на ремне безопасности вот где он от детского кресла вот и сверху и удобно сейчас опущу камеру и вот снизу вот это все следы от детского кресла это самое мрачное место в салоне вот здесь я предполагаю что вот это от детской коляски следы когда сюда и уложили вот здесь вот она потерлась а так в общем и целом очень даже и неплохо так идем дальше на всякий случай в районе 140 это норма то есть 120 140 это тот свет который должен быть здесь вот в проемах кстати немножко меньше потому что тут меньше лака меньше краски вот здесь вот скорее всего было подерта ремнем и пролита краской ну прокапано назовем это так да тут тоже стояла детское кресло с этой стороны но тут было с изофиксом если там было обычное то тут но было с изофиксами за фиксы это крепление которое суда цепляет и вот здесь вот она становится очень часто еще есть такой упор в пол да поэтому сиденье все нормально применение поцарапаны ну как же жарко вещать я не вижу чтобы машина была прошита очень часто их прошивая для того чтобы она была мощнее часто в этих автомобилях выбивают катализаторы для того чтобы опять таки поднять мощность ничего подобного я здесь не увидел то есть если есть желание заморочиться запросто но ничего рука дровного если желание заморочиться на прошивку вперед ну пока я бы не рекомендовал хотя дело сугубо индивидуальное на если этот алюминиевый капот где-то повредиться ремонтировать его будет стоить дурных денег да забыл еще и крыло показать по моему по двигателю крышку я снял крышка он лежит пока отдельно двигатель не мылся соплей по нему нету есть назовем это так не незначительные потеки в принципе рабочие моменты куда попадает пыль вот здесь вот после замены фильтра вот здесь немножко масло осталось сам натяжитель он отрабатывает не подклинивает нигде не нашел того чтобы что-то разбиралась сам катализатор у нее вот стоит чаще добавить наверное сейчас мы ее уже завезем посмотреть снизу так замечаний пока нет по фарам до машина видит много дорог здесь вот они такие как бы потресканные по краям здесь видно слегка чуть-чуть забитость от камней но совсем чуть-чуть точно также нижние я бы сказал больше пострадали от камней на нижние стеклянные верхние нитки и полипропиленовые многие сейчас начнут писать в комментариях да нафиг нужен этот двухлитровый порш когда есть трехлитровый ребята у меня есть статистика статистика из того то есть люди на трехлитровых поршах которые вот выпустились маканы они сырые эти моторы на тот момент были и люди даже еще не заплатили налог на роскошь они уже понесли этот мотор на замену на рекламации потому что ему пришел добрый день так вот двухлитровый мотор в этом исполнении не американском а именно в европейском будет ходить долго и счастливо и нифига этому мотору не будет то есть в отличие от других он очень хорош да он не такой мощный но для активного быстрого передвижения по городу этого за глаза и и к слову вот сейчас этот комментарий пишется после того когда я был снова в одессе и да я снова был в автосалоне твердовский но мы уже были по другой теме это был mercedes это будет отдельная тема отдельная история mercedes хороший но не очень почему так все потом я на самом деле снова видел море вот сейчас вижу лиман в окно автомобиля точно также видел море не я в этом году купался правда это было зимой 19 января это в проруби так ребят я вообще он завидует те кто успевает съездить в отпуск у меня не получается потому что я все время в пути я все время в дороге и еще хочу сразу сказать извините что я не успеваю вам отвечать вайбере что я не отвечаю на личный телефон я вернее всем перезваниваю но сразу кто кому что-то нужно поймите что я в момент осмотра не отвечаю никому даже своим сотрудникам что касается сотрудников эксперта у нас четыре поэтому ребят не на мне свет клином сошелся за каждого своего сотрудника я несу ответственность поэтому все что они делают это парни проверяются и они квалифицированные то есть то что выбирают они я за это подписываюсь что касается ответы на вопросы что сколько стоит ребят 0 800 333 800 сидит целый отдел мальчиков и девочек которые готовы вам ответить на все ваши вопросы вай какой хороший знаете какие болячки расскажите это задняя болячки какие это плита течь плиты задние спрошу по-другому цена вопроса починить она будет печально демонтаж мотора снятия то есть двигать коробку и там переклеивать цепи вы все меняют натяжитель меня ну то есть такая комплексная подходит на каких пробегах включается за двадцати тысяч начинает вот 120 начинает уже там до 180 уже все потихоньку потихоньку но это начало от 120 он такой слегка подготовлены то есть есть места которые подкрашены а ну то есть она слегка начала корродировать и грубо говоря вот эти вот места начали уже подкрашивать вот и так принципе по по всему но моменты коррозии у него уже есть а так мальчик вроде неплохой легкие потертости на дверь видать когда открывали дальше вот здесь вот есть костка на двери тоже от неудачного открытия дверей как бы ее показать так чтобы это можно было увидеть на видео наверно вот так на игре цвета должны споймать есть моменты притертости у него бампер вот здесь сейчас попробую споймать белый цвет конечно нифига не видно а вот так на игре цвета видать где-то вот здесь причавился и вот здесь слегка и по дверям здесь вот куда-то ушел лак в страну потерянных вещей повышение что его скотчем отодрали на бампер у нее крашены в общем как это принципе изначально было видно можете принципе посмотреть что он чуть-чуть до езда не но сделано хорошо но факт того что вот здесь вот моменты того что они это ага на стыке и чуть поцарапанная так вроде бы все хорошо пока заказчику отправляем видео по этому макану есть еще один во львове но америкос соответственно сейчас мы быстренько проверим у кар вертикал и посмотрим что с ним было потому что он не совсем американец он канадец сейчас он пробивается по всем базам данным сейчас мы быстренько посмотрим что с ним было с тем что во львове и таким образом мы поймем этот стоит 51 тот стоит 40 практически 645 700 но тот слегка побогаче у него там есть панорама у него есть часики на приборке вот часики это как оказалось очень такой скрупулезный момент и действительно должны быть часики на приборке так чем мы видим porsche он кстати 16 года нифига не 17 в объявлении написано что машина 17 года она модельный ряд 17 но по факту на 16 вот уже первая западная украина львовская область они любят таким образом нахлобучить то в принципе чё греха таить абсолютно многие делают там в 70 случаях и ста завышает год типа но это же модель ряд следующий год а по факту сейчас попробую показать по бамперу куда смотреть вот так в принципе бампер он ровненький хорошенький сейчас я повербанк положил карман а если посмотреть вот сюда зазор у нее практически впритык если посмотреть вот здесь такое ощущение что бампер так провисает и вот здесь вот он больше если точно так же вот здесь зазор чуть-чуть больше вот здесь он визуально совсем чуть чуть меньше и та же самая ситуация по бамперу вот здесь вот здесь он практически в протирку а здесь он чуть провисает то есть ну вообще в идеале если вот так вот поднять час я попробую на зазор на весь если вот так поднять то будет классно то есть он даже чуть играет уникальный случай когда уволили за то что он сидел рядом с блогером который обосрал но он не расстроился сильно рывков между передачами нету как таковых на по крайней мере на низких оборотах стука в подвеске как таковой как и предполагалось все здесь не будет потому что ходовой осмотрели там вопросов предпосылок тому чтобы чего-то посыпалось я не увидел поэтому сейчас получаем ответ на вопрос торможение не равномерно и не тянет ни вправо ни влево никуда я не сильно ай-ай-ай-ай-ай виноват ничего мы прогрели не сильно можете потихонечку занять центральное положение да нас пропустят это одесса здесь все знают и нажимайте на газ до упора ни одного рывка не почувствовал ни рывка не пробуксовок в принципе ничего все варейку выключил это пдк пдк честная коробка она когда упирается в отсечку продолжают ее держать понятно что если продолжительно ехать в отсечке она переключится но это из скорее самосохранения но она не переключи так коварно как это некоторые другие коробки делают когда ты этого не ждешь ступичные волшебники при нагрузке тоже не гудят до рулится она конечно хорошо мне после вальянной езды volvo она очень острое и руль и все но в то же время нет дикой какой-то такой жесткости все в комфорте в норме классное слово которое передает настройки подвески в макане называется энергоемкая подвеска вот она именно не вальяжная она именно энергоемка очень очень нравится одна из самых быстрых машин для перемещения по городу ямы люки железнодорожные переезды трамвайные пути все это можно ехать просто не притормаживая да вообще нет ни на каких оборотах ни на высоких ни на средних ни на низких все передачи включается ровно прямо на прямо да но мы на второстепенной и не бывает в маканах дотяжек невозможно даже за доплату установить такую запросто нет ну понятно не спорше чего у меня товарищ прада установил дотяжки российского производства 100 долларов штука он на 5 дверей купил на багажник и на 4 классно работает нет невыполнимых задач всегда есть только ограниченный бюджет или смекалистость мастеров иногда ограничивать что делать все хорошо все машины едут на любой сервис едут на тест-драйв но когда конкретика последнее время тест-драйвами людей надо переставать баловать мы не официальные дилеры страхуем машины полная каска мы не берем паспортные данные договора не составляем вся ответственность по сути на нас посмотрели мы на этот автомобиль машина хорошая машина интересная но и я и покупатель понимаем что автомобиль слегка переоценен то есть да парень который продает этот автомобиль собственник салона твердовский а именно такая у него фамилия он очень хорошо и очень тонко понимает рынок украины то есть он понимает что таких автомобилей в такой комплектации просто нет и техническое состояние у этой машины действительно хорошее но откровенно скажу машина чуть-чуть переоценена 51 700 она стояла изначально и на вопросы что сколько звоните собственник окей звоним собственнику и традиционно ребята давайте мы вам уступим что-то символически для того чтобы у вас не оставалось плохого впечатления об одессе ну там что-то разговор был 300 или 500 долларов и и типа все объективно торговались как объективно из пальца высасывали некие там проблемы я уже честно говоря не помню что мы рассказывали но эта машина была приобретена за 50 тысяч что собственно в принципе не неплохо учитывая то что торг отсутствовал как таковой вообще то вот 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 как-то так сторговались рядышком припарковался вот такой сейчас я включу широкий угол бетурбированный восьмицилиндровый с нулевым пробегом ну вернее не с нулевым а без пробега скажем так абсолютно новый автомобиль но это уже другая история наша ситуация это макан да я к тому что пробег надо зафиксировать что тут табор цыгане на нем не поехал 30 35 247 не я же говорю реально была история жизни у меня в черновицкой области по внешнему виду салона в принципе он такой я уже снимал такой он и должен остаться на все скажу для будущего владельца так просто чтобы вы понимали как мы работаем вот в этом автосалоне может быть это станет нам как бы плюсом а может кому мы не то чтобы не проедем на ней лишний километр мы пахучки которые на porsche центре подарили оставили вот здесь водичку сан-бенедета чтобы porsche чтобы следующему владельцу было приятно отлично еще раз говорю вы наверняка хорошие порядочные люди но вот что у меня связано с одессой за все свое время семилетней практики я в одессе вот только вторая машина которую мы приобретаем в одессе здесь важно сделать поправку на момент сборки этого ролика в автомобиле в одессе куплено уже 42 последних это бмв x5 15 года и мл 16 года в одессе более-менее дорогие автомобили но они не такие трешовые как дешевые поэтому утверждать что в одессе все плохо ну наверное это неправильно которую мы приобретаем в одессе а так это кругом одни аферисты обманщики или пытаются делать что они честные продавцы вот именно поэтому вот это больше вынужденная мера нежели какой-то там жанр пафоса ли еще чего-то сейчас я буду с той стороны ай еще дальше по наставили машин пройти нельзя но ничего страшного фиксирую здесь что он тоже целенький на момент когда оставлено предоплата и когда я уже уехал ну вернее еще не уехал но сейчас я поеду дальше в сторону венницы автомобиль остается жизнь здесь салоне наверное до послезавтра или до завтра на оформлении но там уже как ветер подует предоплату оставил в каком мне василий скинет паспорт и ждем расписку вот такую надпись которая выскакивает на приборной панели в левом нижнем углу я в среднем вижу приблизительно один раз в месяц иногда чаще иногда реже все зависимости от нагруженности это говорит о том что очередные 10000 километров уже пройдены ну в общем то пора менять масло стоимость пакета услуги экспертной день именно такую человек заказал услугу не входит оформление автомобиля нами сопровождение полное в принципе вот но несмотря на это я все равно детально рассказал что делать как оформлять и на самом деле парни с автосалона тоже максимально подвинулись прицепились сделали это насколько возможно без очереди был конечно свой косячок формате того что должно было быть три договора купли-продажи кстати когда оформляете автомобиль понимаете что инспектор или же продающие организации те кто выписывают договор купли-продажи договор купли-продажи это предварительная смена в системе в базе мвд собственника автомобиля вот и так или иначе должно быть три договора очень часто в сервисных центрах инспектор выписывает один договор ссылаясь на то что у него нет бумагой и ну вообще на самом деле спрашивают договор нужен или не нужен вам ваш экземпляр люди очень часто говорят не нужен в нашей стране чем больше бумаги чем чище жопа я это говорил уже не один раз и пусть эта бумажка будет и никогда не понадобится чем она нужна а ее нету так вот в данном случае сказали нет не нужен а по факту договора купли-продажи нету нету и нету хотя на самом деле потом поехали взяли копию никто не отказался нормально все хорошо ну а я поехал дальше почти домой за три дня 9 городов но об этом будет тоже отдельная история ну а сейчас с вами был николай тарануха киев компании один авто всем удачи на дорогах всем пока пока